Привет, Матит здесь. И добро пожаловать на наше пятое видео из серии основы жидкостного охлаждения. И сегодня мы поговорим об одном из наиболее важных компонентов в кодре жидкостного охлаждения – о водоблоках. Водоблоки – это теплообменники, которые отдают тепло жидкости, которое передает его от своего источника к радиатору. Для этого их необходимо монтировать непосредственно на компоненты ПК. Наиболее популярным водоблоком являются блоки для процессоров и видеокарт, поскольку эти важнейшие компоненты выделяют больше всего тепла. Многие пользователи также выбирают водоблоки, которые охлаждают RAM, SSD и различные области материнской платы. Существуют также водоблоки, которые охлаждают как процессор, так и материнскую плату. Мы можем разделить моноблоки на несколько категорий, но общий термин – моноблок – обычно относят только к водоблокам, которые охлаждают процессор и секцию подачи питания VRM на материнской плате. Полнофункциональные моноблоки обычно распространяются на чипсет материнской платы. А еще более экстремальные версии таких решений называются ультраблоками, как тот, который реализован на материнских платах ASUS ROG Glacial. Они охлаждают несколько важных компонентов на материнской плате и используют расходомеры, датчик температуры, экраны и т.д. Существуют также очень простые моноблоки, такие как EK LiteBlock, которые используются на материнской плате MSI MAG Z690 Torpedo EKX. Чтобы узнать больше об этих двух типах решений для материнских плат, перейдите по ссылкам в описании видео. Говоря о различных категориях водоблоков, мы также можем упомянуть активные решения для охлаждения задней панели, которые стали действительно важными в прошлом году. Высокопроизводительные видеокарты, такие как NVIDIA RTX 3090, имеют ключевые компоненты на задней стороне платы. И в настоящее время наиболее продвинутым и элегантным способом их охлаждения являются водоблоки второго поколения Vector 2, которые также обеспечивают активное охлаждение задней части видеокарты. Теперь вопрос в том, какой из них выбрать. Разумеется, что самые передовые решения являются лучшими для охлаждения, но на самом деле здесь нет жестких правил. Все зависит от потребностей каждого пользователя. Давайте просто еще раз подчеркнем, что компоненты с жидкостным охлаждением обладают множеством преимуществ. Улучшенная производительность, длительный срок службы, бесшумная работа и, конечно, больший потенциал разгона. Теперь, если использование кастомной системы жидкостного охлаждения кажется вам слишком сложным для первого шага, есть и другие варианты. Например, AIO. Это универсальные, предварительно собранные и заполненные системы жидкостного охлаждения, которые не требуют обслуживания, за исключением периодической очистки вентиляторов от пыли и простые установки. Существуют также комплекты, которые могут облегчить ваш прыжок в мир жидкостного охлаждения, упаковав все необходимое в одну коробку, чтобы у вас не возникло никаких вопросов и проблем с несовместимостью компонентов. Одним из самых удивительных преимуществ жидкостного охлаждения является то, что оно предлагает множество вариантов настройки. Выбор компонентов для охлаждения с помощью водоблоков – это первый шаг. Второй шаг – правильно подобрать водоблок для каждого из компонентов. Как правило, водоблоки изготавливаются для конкретной серии процессоров, видеокарт, материнских плат или других компонентов. Этот водоблок GPU, например, создан для установки на видеокарты на базе NVIDIA GeForce RTX Ampere эталонного дизайна и таких видеокарт, как RTX 3080, 3080 Ti и 3090. Пользователи могут и должны всегда проверять, какой водоблок совместим с оборудованием их ПК с помощью конфигуратора EK – обширной базы данных совместимости, которая обновляется ежедневно. И как только у вас будет подходящий водоблок для вашего ПК, вы также сможете выбрать, какой материал или отделку вы хотите и какая линейка водоблоков вам подходит. Почти все основания водоблоков изготовлены из меди, которая имеет характерный красно-коричневый цвет. Большинство водоблоков затем покрывается тонким слоем никеля, чтобы получить привлекательный серебристый цвет. Существуют ли какие-либо различия в производительности между медными и никелированными водоблоками? Нет. Но наши пользователи выбирают никелированные блоки за их эстетичность и дополнительную защиту от коррозии, которую они обеспечивают. Теперь перейдем ко второй части водоблока – верхней. Опять же, между материалами нет никаких различий в производительности. Пользователи выбирают ацеталь или плексиглаз, исходя из эстетики и обслуживания. Плекс, как мы его сокращенно называем, представляет собой прозрачное акриловое стекло и таким образом позволяет осмотреть внутренние части, а также показывает охлаждающую жидкость для дополнительной эстетики. С другой стороны, ацеталь, также известный как POM, обладает более высокой химической устойчивостью и более высокой ударной стойкостью. И если вы планируете быть грубым со своим водоблоком, ацеталь – лучший выбор. Здесь, в IK, мы предлагаем различные линейки водоблоков на любой вкус. Например, когда дело доходит до процессорных блоков, наши пользователи могут выбирать между проверенным бестселлером Velocity или нашим флагманским водоблоком линейки Magnitude. Если вы один из тех людей, что любит жить в моменте, тогда просто используйте Momentum, чтобы охлаждать не только процессор, но и материнскую плату. Есть много вариантов. Мы остановимся здесь в этом видео, но не забудьте вернуться к следующему, где мы обсудим, как правильно ухаживать за вашими водоблоками, чтобы получить максимум отдачи. Спасибо, что посмотрели. Если вам нравится такой контент, обязательно подпишитесь. До следующего раза. Не горячитесь. Продолжение следует...